Но в виде сказок всегда же сохраняется. Я думаю, что в контексте того, что ты сказала, мы можем предположить, что в Библии описаны вот такие события, то есть в каком-то регионе, например, в Источном, там же не описывается, что было в Южной Америке, в Китае и так далее. То есть там своя какая-то история была. Может быть, там тоже люди жили, записывали свои священные книги, как мы знаем, есть же предания и американских индейцев о богах, и в Китае там тоже считается, что были белые боги, которые пришли с севера. То есть наши предки, возможно, они так их называли, ну и так далее. И по сути дела, если мы хотим какую-то картину древней истории создать, то нам надо как-то собрать разные источники, религиозные, мифологические, научные, сопоставить, и тогда мы можем предположительно что-то такое себе представить. Сам источник, который написан, он... Это записанное предание. Да, это мифы, предания, мифы. Да, скорее всего, да. Ну как сказок, сказок. Это вот мудрецу в Альмике, который был свидетелем этих событий, считается. То есть он был свидетелем, очень духовный человек, мудрец, ну, святой практически, да, и он вот этот эпос записал. Понятно. И почти со всеми эпосами тоже, то есть Махабхара, это вот другое индейское описание известное, о битве тоже великое, там другой мудрец записал. Скажем так, все равно есть наверняка какие-то... Искажения. Копии, не, копии какие-то, да, которые сохранились. Свитки, свитки. Да, такого возраста мне трудно сказать. Если кому интересно, то проще погуглить, чем вот мне как-то пытаться... Потому что я могу исказить, я не хочу искажать. Я могу, вы знаете, что еще рассказать историю? Допустим, есть такое направление духовное, будем его жителям говорить, Кришнаиты, как они широко известны, или Вайшнава, они себя называют. Они поклоняются Кришне, то есть они считают, что Кришна – это верховная личность Господа, как они называют, да. Они подчеркивают, что это личность, то есть в этом есть сходство с христианством. Они часто пытаются доказывать, что мы на самом деле с христианами, ну вот, они практически, да, тоже в единого Бога верим, да, то есть можно с этим спорить или соглашаться, уже дело вкуса. У них есть концепция, что Кришна имеет много аватаров. То есть они в аватары Кришны записывают Буду, Христа, Вишну, Раму, то есть у них там 10 основных аватаров. Вот. Для меня это показатель, что почти все религии, они пытаются как-то объяснить весь мир. И они, духовных лидеров других религий, они тоже как-то стараются приобщить культу, да, то есть назвать пророками или святыми, или аватарами. То есть в исламе, например, как вы, наверное, знаете, к пророкам относятся Иисус тоже, да, они уважают в этом смысле, они уважительно относятся к Библии и к христианам, а называют их люди книги, к христианам и иудеям. То есть у них есть заповедь, что не надо этих людей убивать, по крайней мере. То есть те, которые язычники или там неверующие, они как бы к ним суровят гражды. Вот. Там Христос, Он наряду как бы смотрит. Да, то есть Он не имеет исключительного значения, да, но они Его, по крайней мере, уважают. То есть это как бы одним человеком, ну и с Ноем, то есть это как бы одного уровня. Да, и они считают, что Христос не погибал, а это была иллюзия. То есть, насколько я знаю, официальную исламскую точку зрения, то есть... Ну, они крест-то официально, да, Распект. И воскресенье. Вот, и то, что они говорят о людях книги, да, про евреи, да, или про христиан. Про христиан. Про христиан тоже. Саму книгу-то они не совсем, скажем. Ну, не своя книга. Нет, не то, что будет своя книга. Они считают, что... Нет, не совсем точная пророчество, у них самая точная пророчество. Не совсем, она искажена, скажем. Да, они объясняют так, что вот последняя религия, ислам, как они считают, которая дана, она самая совершенно уточненная, больше никакой лучше не будет. У них такая позиция. С аватарами понять не стало, есть чуть-чуть вопрос. Я просто хотела бы этот вопрос с другой стороны рассмотреть. Какой? Боговоплощение. То есть ты вот рассказал, как бы, как вот на Востоке, и там, вот, что такое аватара, и как бы... А у меня есть, как бы, не столько историческое, но как бы, техническое, или там, принципиальное, как бы, вопрос по существу. Какой? Ага. Или много богов? Ну, я могу ответить, как я этот вопрос понимаю, я сам тоже на нем раз размышлял. Мне ближе точка зрения, что есть единый бог, который вот создатель Вселенной. Да, это дворец. Есть по многим источникам, он там умеет три ипостаси основные, да, то есть они по-разному понимаются. Это уже глубина откровения. Да, и мне близка такая точка зрения, но мне хочется, ну, близок только подход, чтобы это не было догмой, то есть скорее это должно быть каким-то откровением, и человек сам к этому приходит, например, да, и он слышит, и это, ну, принимает сердце, да, то есть не так, чтобы вот сказали, и все другие точки зрения были под запретом. Мы здесь все верующие, мы же никому это сейчас не навязываем, мы просто хотим с каждым вопросом разобраться, есть ли у нас в этом единство, или мы по-разному на это смотрим. То есть бог, он вообще творец один, который все создал, или были разные, или как-то там у них сложные между собой взаимоотношения? Ну вот, то есть мне как раз нравится бога-творцом называть, у меня это такое любимое имя, которое подчеркивает его сущность с моей точки зрения, а не только с моей. И мне близка такая точка зрения, что бог создавал мир наш, да, возможно, другие миры, я как раз считаю, что не один, допустим, одному скучно же работать, то есть он пригласил коллектив савторов, там, ангелов, архангелов, там, кто-то с ним вместо работы. Но он же их создал. Ну, да. Я имею в виду, сам создатель, источник, он один. Да, то есть это как бы два теории аманации, если слышали, допустим, у гностиков она была разработана, это были такие интересные ребята, которые первого века нашей эры составляли компенсию христианам-ортодоксальным, да, то есть там была бы большая, духовная полемика. Ну, я знаю. Так вот, я к чему, что есть концепция, что бог единый, он из себя, как это, амманирует, то есть создает в духовном плане какие-то другие сущности, там, да, архангелов, или, может быть, другие богов, или свои ампатаси, да, которые потом вместе с ним дальше начинают проявляться, и вот так вот до материального мира вместе идет процесс творения. Ну, да. То есть от более тонкого до все более грубого и плотного. Вот. Мне очень близка вот такая теория. Ну, то есть творец один. Мы с этим вопросом определим. Ну, не смысл… Диалектически я от этого подхожу. То есть… Он вместе с кем-то или не вместе, ну, сам так… Ну, мое мнение, что это диалектика здесь вступает в ход, то есть, с одной стороны, он один, и вообще, кроме него, может быть, даже, ну, его творения ничего не существует. Да. С другой стороны, он во множестве представлен, да, то есть во множестве аспектов, проявления… Но я не буду, в чем он представлен, это же как бы его уже действие, а я имею в виду источник один Бог, да, то есть мы приходим к тому, что он был один источник всего, а не много всяких разных… Если помнишь, да, там в Битиле там написано, что, как бы, как-то от множественного числа… Мудрости творили Боги, там один из переводов есть. Ну, там это четко не вначале было слово… Но тем не менее, как бы, там, вроде как, не от единственного числа. Да, там есть некоторые указания, там, кстати, в Библии же очень много имен Бога, то есть вы, наверное, знаете, да, и они… Ну, это же одного Бога имена не так, что это имен много или разные Боги? Есть разные понимания этого, но я предполагаю, что одного, да. Хотя там некоторые говорят, что там замешано как-нибудь два разных Бога. То есть у них же такая позиция, может, встречается, что Бог Ветхого Завета, Он один, а Нового Завета уже другой. Ну, понятно, ну, как бы, это бессмысленно, мне кажется. Спасибо.